Привет, я Роман Душкин, научно-просветитель на канале Душкин Объяснит. И сегодня я продолжаю объяснять теорию формальных автоматов. Мы переходим к математической лингвистике. Это необходимый базис, который позволит нам понять то, как работают автоматы. И сегодня я рассказываю, что такое язык или формальный язык. Итак, погнали. Язык, наша доска, наша интеллект-карта, над которой мы работаем. И, собственно, мы переходим к языкам и грамматикам. Давайте я это вот так вот выделю. И мы сегодня изучим определение языка. Ну, как такового определения, в общем-то, языка нету. И давайте мы, знаете, как сделаем. Вот такая вот у нас есть большая интеллект-карта. Я бы хотел вот этот. Вот так вот сделать вот этот. И куда-нибудь сюда тоже вынести. Вот я потом нарисую. Так, у меня определение языка где-то далеко. Вот здесь вот. Далеко. Ладно, пойдет. Так, вернем 100%. Итак, наша тема формальные языки. Формальные языки это, собственно, те языки, которые мы используем. Они формальные, неформальные, естественные, неестественные. Собственно, под языками мы будем понимать все языки, которые бывают. Это естественные. Это плановые. Или философские хочу называть. Это формальные. Ну, или искусственные. Хотя тут есть тонкое различие. Почему плановые, это не искусственные. Плановые тоже искусственные, да? Что такое естественные языки? Вот мы сейчас с вами на естественном языке общаемся. Я рассказываю вам на русском языке, как устроены формальные языки. Плановые языки это то, что придумывают, придумывают специально. То есть, планируют язык таким образом, чтобы как бы сделать его более простым. Исключить из него всякие, всякую ерунду, которая вот за долгие годы эволюции в этом языке появилась. Самый там известный язык плановый, это эсперанто, конечно. Я принимал участие в создании языка словью. Это язык, который изначально понимается всеми славяноговорящими людьми. То есть, если взять людей, которые говорят на славянских языках, если материнский язык славянский, да, родной язык, русский, белорусский, украинский, там, русинский, польский, лужицкий и так далее, сербский, хорватский, сербо-хорватский, то все эти люди, даже чехи, будут понимать словью. Потому что у него грамматика, лексика и так далее, основаны на общих славянских корнях. То есть, вся лексика, вся грамматика, синтаксис и так далее, спланированы именно таким образом, чтобы были максимально похожи на соответствующие структуры в каждом славянском языке. Сколько их существует в 16 или не помню сколько. Соответственно, это вот плановые языки. Да, самый мощный плановый язык, который мне известен, это Иткуиль. По-моему, на нем так никто и не научился говорить. Если вы не знаете про Иткуиль, то, соответственно, посмотрите в интернете. Его письменность очень прикольная. Это язык, в котором никогда, ни при каких условиях не может возникнуть неоднозначность. Вот философы, почему языки еще называются философскими? Философы как раз стремятся сделать язык таким образом, чтобы на нем выражать мощные конструкции. Как раз мощные конструкции, убрать всю неопределенность, недетерминированность. Вот это вот все. Да? И, собственно, так, не там написал Иткуиль. Вынесу пониже. Куда-нибудь сюда. Вот, видно. Вот. Ну, окей. Значит, Иткуиль настолько сложный. Вот букву Ф я произношу как С. Английское В. Или this там. Ну, вот этот звук. Иткуиль. Соответственно, он настолько сложный, что даже его создателю для того, чтобы произнести какую-нибудь или написать какую-нибудь самую простейшую фразу, типа там, трава колышется ветром. Нужно затратить минут 15 для того, чтобы вот там все синтаксические, семантические отношения правильно выстроить. Вот. Но, конечно, его придумали для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу Сипиро Уорфа. Но, к сожалению, так и не родилось людей, которые... для которых Иткуиль был бы родным языком. Ладно. Я отвлекаюсь. Я очень много отвлекаюсь сегодня. Потому что тема лингвистики, она одна из моих самых любимых тем. Вы меня простите. Так. И формальные языки, то, что мы сегодня будем рассматривать, это, собственно, математические конструкции, математические структуры, которые мы, собственно, сегодня и узнаем. Собственно, языки L. Мы уже изучали языки, когда изучали терминологию теории формальных автоматов. Ссылка сейчас будет здесь. А язык — это множество. Множество слов. С и тах. И равно от единицы до какого-то N. N — конечное или бесконечное. Соответственно, что такое S? S и T — это последовательность символов. Множество символов. Ни пустое. Ни упорядоченное. Ни упорядоченное. Множество символов. Это алфавит. Алфавит обозначается символом V. Это некоторое множество символов. Давайте здесь, как раз вот здесь, напишем S и T. Некоторых символов от единицы до N. N — конечное. То есть алфавит — это множество конечных символов. А вот здесь вот мы исправим. Значит, у нас слова будем обозначать W. Давайте до Q. Соответственно, Q — это количество слов в языке. Соответственно, последовательность символов — это слово. Слово, да? Соответственно, язык. Формальный, да? Формальный язык — это не пустое множество слов. Собственно, в состав языка можно включить пустое слово. Его обозначают обычно эпсилон. Иногда можно встретить обозначение большая лямбда. Но мне не нравится, потому что большая лямбда — это есть коллизия в обозначениях с типизированным лямбда-исчислением. Поэтому мы будем пользоваться пустое слово будет у нас эпсилон. Вот так вот я ввел. Да? Это пустое слово. Не всегда состав языков включает пустое слово. Но иногда это полезно. Таким образом, вот, в общем-то, весь формальный аппарат для языков. Каким образом могут определяться языки? Определения. Какие могут быть определения языков? Ну, вот то, что я сейчас вам описал, да? Это может, собственно, просто перечисление слов. Да? Если язык небольшой и конечный. Если мы можем перечислить множество слов, да, мы просто перечисляем. Мы можем создать формальную грамматику. И, собственно, в следующий раз мы перейдем именно к этому методу определения языка. Формальной грамматики. Это очень крутой, очень мощный метод. Это, ну, некоторые типы языков. Регулярные выражения могут быть. Мы тоже изучим регулярные выражения. Собственно, это один из подтипов формальной грамматики. Четвертый способ это автомат. Причем, есть четыре типа языков. И им соответствуют четыре типа автоматов. Мы все это изучим. И пятый это расширенная нотация Бекуса Наура. Расширенная форма Бекуса Наура. Называется РФБН. Мы ее изучим. Это специальная нотация для определения языков. Но она определяет грамматику в таком машиночитаемом виде. То есть, если мы хотим описать формальную грамматику в машиночитаемом виде, мы используем форму Бекуса Наура. Вот примерно так. Собственно, что еще можно сказать про языки? Про языки можно сказать операции над языками. Да? Но мы сегодня не будем изучать. Мы, пожалуй, в следующий раз озвучим операции над языками. Вот. Итак, определено. Значит, мы сегодня изучили формальные языки, как они определены, что это такое. Язык это множество слов, не пустое, конечное или бесконечное множество слов. Слово это последовательность, конечная последовательность символов. Символы, все символы языка включены в конечное множество, которое называется алфавит. Множество неупорядочено. Собственно, вот и все. Языки могут определяться пятью способами, которые мы так или иначе все изучим, но все они сводятся к формальным грамматикам, к грамматикам, которые мы тоже изучим. Так что если вы вдруг еще по какой-то странной причине не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас, оформите подписку, это бесплатно. Просто нажмите на кнопочку подписаться. Сейчас ставьте лайк. Ну а с вами был Роман Душкин, до новых встреч, пока, до свидания.